Всем привет! С вами снова MCKTH. Решил записать еще одну часть этого прекрасного теста. На этот раз буду рецензировать и турнировать игры нулевых. Посмотрим, что получится. Вот автор теста пишет, если зайдет, то сделаю по 90. Тоже, я думаю, прекрасная идея пройти тест по 90. Хотя я не так много прошел игры за то время. Но, тем не менее, давайте начнем. Так, и у меня разгрузится. И я не играл в эти игры, но я выбрал квейк 4, потому что мне нравится квейк. Need for Speed Pro Street. Я в нее не играл, но давно хочу поиграть в эту часть. Я читал про нее статью в акромании, когда она вышла, и до выхода что-то читал про нее. Слышал там очень прикольный дым сделали. Хотя, в целом, говорят, что игра получилась средней, многим не зашла. Ну, неважно. А DC Universe я сейчас не уверен. Мне кажется, что это я помню, что с Ильи Мортал Комбат была какая-то игра типа, Адвенчура. Но, по-моему, она выходила только на блинкаст. То есть, видимо, это не она. Короче, хоть знаешь, что это справа. Я отбрал простит. Беззначно. Resident Evil, блин, она же вышла в 90-х, по-моему, да? В 99-м, если не ошибаюсь. Ну, я, короче, не прошел Resident Evil. Даже ремастер ее, и вообще, мне кажется, он не к месту в Дентесте. А London's Dark я играл еще на релизе. Мне очень понравилось. Игру ее часто хуесосили за... за неудобное управление. Да и не помню, за что еще, если честно. Но управление действительно было очень странное. Но в игре была прикольная физика с чем-то... Она сильно отличалась все-таки, наверное, от того, что было в Half-Life, да и вообще от всех других игр. Очень такая оригинальная. Там можно было двигать провода палкой. Там вот одна как раз особенность управления то, что холодное оружие, ну, вообще, предметы, которые могут быть использованы как холодное оружие, герой их держал руками, и их можно было примерно как только за ними двигать в разные стороны. Вот. В общем-то, может быть, еще на Даггерфол похоже. Там боевочка тоже такая. Нужно вот задавать направление для удара. Но все-таки в Даггерфоле там вот несколько фиксированных направлений. А в London's Dark можно было ебашить во все стороны. Короче, это прикольная физика была. Еще там много было таких кинематографичных приемщиков, как в Surrey Uncharted. Вот Uncharted 2, насколько я помню, очень хвалили, когда он вышел. Из-за того, что игра была очень такой кинематографичной, там постоянно что-то обваливалось, когда герой там карабкался, все падалось и покрышилось. Такой, типа, высокий импакт якобы был. Но вот в London's Dark, который вышел, по-моему, на год, раньше, чем в Surrey Uncharted, у меня тоже все это было. Еще там был полностью открытый Нью-Йоркский парк, практически в реальной его личину. Короче, классная игра. Очень рекомендую. Спайдермен я не играл вообще в Готику 2. Я играл меньше, чем она этого заслуживает, конечно, но мне игра очень нравится, поэтому однозначно за нее. Я не играл ни в Талиндруг 2, ну, отдам за ролевую игру в свой голос. Ну, я знаю, что Кох — это уважаемая серия и вообще хорошая РТС, но я в нее не играл, к сожалению, ни в одну часть. В третью часть я играл довольно много, я ее прошел 2 или 3 раза. Последний раз я в прошлом году пытался пройти ее на 100%, но мне надоело, по-моему, собирать пакеты. И еще вообще для всех, кто планирует когда-то проходить третью ГТА на 100%, я хочу сказать, что это очень такое мучительное занятие, потому что в третьей ГТА, например, миссии про медика, если вы не успеете пройти их по сюжету до того, как вам объявят войну мафия на Первом острове, то они станут практически непроходимы честным способом. Я в том, что по всему городу гуляют вот эти, ну, не по всему, там, в определенных районах гуляют мафиози, и у них очень мощное оружие. Если я не ошибаюсь, их дробовик с двух выстрелов взрывает ваш автомобиль, и у них есть эти дробовики и, по-моему, винтовки М16. Поэтому, когда я играл, я взялся за эти миссии уже после того, как я с ними произвел этот конфликт, и мне пришлось воспользоваться багом в стиме из руководства. В общем, смысл в том, что автомобиль нужно особым образом провалить куда-то под текстуры, и после этого он станет неубиваемым. То есть, его можно будет переворачивать, неважно, сколько выстрелов попадет, он все равно будет работать. Но у этого способа тоже есть недостаток, по-моему, для того, что он нечестный. Автомобиль начинает периодически проваливаться под текстуры, то есть, вы не можете его полностью контролировать, когда едете. Он как даже не корова на льду, он скорее как ветеран, который то и тело проваливается куда-то никуда. Ну, в общем, за GTA 3 мой голос, короче, все, идите нахуй. У Бэтмена я играл, но играл мало. В основном я проходил режим арены, если не ошибаюсь, набивал там очки. Очень такое залипательное занятие, но при этом, как так сказать, ужасно писку времени по типу кликеров. А мафия, я знаю, что она очень уважаема в игровом сообществе, но я в нее играл, к сожалению, слишком мало. Я бросил ее где-то через 10 минут игры. Не помню, из-за чего. По-моему, у меня какие-то проблемы были с управлением, я не мог нормально поворачивать камеру. Короче, с обетмена отдам голос, так будет, наверное, более справедливо. Ну, я никогда не играл серию Assassin's Creed. Единственное исключение, это самая первая часть. Даже в нее я играл мало. Я знаю, что вторую многие считают лучшей в серии, но я ничего не могу сказать по этому поводу. Споры я прошел полностью, по крайней мере, один раз. И мне там очень нравится самый первый этап. Наверное, самый последний. Вот. Прикольная игра, на самом деле. Очень такая креативная. Хотя... Хотя она жутко заебывает под конец, как по мне. Вот. Да и сравнивая с Симсами, насколько мне известно, она была сильно упрощена. Ну, как бы, она не такая... Не такая глубина проработки в ней. С другой стороны, она охватывает большее количество таких плейных механик. Она более широкая. Ну, в общем, я за спор голосую. Поэтому вы поняли. Бонусы я... Я не уверен, что я играл когда-либо в эту часть, поэтому однозначно в горах. Хотя в него какая-то вторая часть, по-моему. В него я тоже мало играл, короче. Где никто ни другой особо не играл, поэтому голоса Симсов. Ну, потому что Симсов я, типа, больше уважаю, короче. В Medal of Honor я про него читал в кармане, когда он только вышел. Про эту часть, что там была прикольная фиша. Когда в начале миссии вас высаживали на... Ну, вы, короче, спрыгивали с самолета. Сейчас, по-моему, в новой части Call of Duty, если я не ошибаюсь, там сделали режим баттл рояля с похожей фишкой. Когда вас выбрасывают откуда-то самолеты, вы десантируетесь, короче. И можете выбрать точку, в которой вы начнете уровень. Это прикольно. Ну, я так и не поиграл в эту часть. А четвертый в Call of Duty я прошел раза два или три. Сейчас я ее, наверное, уже не очень так уважаю. Но на релизе у меня она оказалась очень прикольной игрой. Вот я сделаю весь экран. Вот на релизе она мне очень понравилась. Я охуевал от того, какие там спецэффекты вот эти вот все. Препедь, миссия, там, это был в Ираке, помню. В общем, даже диск у меня во сне был куплен. Поэтому я за нее отдаю свой голос. А как достать соседа я не играл, к сожалению. У Пенхиллера играл мало, но я знаю, что там очень крутой саунд дизайн. Там очень крутой дизайн уровней. Вот у меня в стиме есть один друг. Ну, как друг. Так, добавил его друзья, короче. У него ник что-то типа 9312. И он делает очень классные скриншоты. Да, вот такая небольшая реклама. И недавно он как раз из Пенхиллера, только я не уверен, что из этой части, загрузил очень много скринов. И, блин, я смотрю, как же она классно выглядит, да. Несмотря на то, что там скоро 20 лет уже будет, она вот прямо очень хорошо сохранилась. На мой взгляд, лучше, чем та же Half-Life, вторая Far Cry, там, третий Doom, например. Вот. Несмотря на то, что, казалось бы, польский шутер, да. Пенхиллер. Я, по-моему, кстати, играл как раз первую Bad Company, а во вторую не играл. Мне она очень понравилась. Если я ничего не путаю, там уже была разрушаемость, за которую многие любят серию Battlefield. И, по-моему, она как раз в этой части и началась. А в Saints Row второй я не играл, и про него еще что-то читал на игромане, что-то типа. Такая... уклон San Andreas, короче. Ну, как бы, типичный Saints Row с уклоном фан, там, все такое, веселье. Но я, наверное, не сторонник такого веселья. Мне Bad Company больше понравилось. В Total War я не играл, к сожалению, ни в одной части. Я знаю, что это прикольная серия. Конкретно насчет этой части я ничего не могу сказать. В Manhunt я играл мало. Я не очень большой любитель стелсов, но... Мне, наверное, понравилась все-таки эта игра. Хотя я ее не прошел до конца. Поэтому... Голос за нее. В первый Splinter Cell я не играл, к сожалению. Мое знакомство с серией началось сейчас с теории. И то в нее я играл, в основном, на PlayStation 2 кооперативе. У моего друга была PlayStation. Мы играли, прошли там кучу миссий. Там, вообще, достаточно прикольный кооператив, потому что там же куча всяких гаджетов. И... Я не помню, насколько требовательная игра к командной работе, но... Потенциал для ее реализации там прям такой... Обширный. Вот. То есть... Я помню, что у нас еще был третий Quake на этой PlayStation. А... GTA San Andreas тоже с кооперативом. По-моему, Worms, еще что там. Чет Worms не уверен. Но вот... Как самый такой лучший кооператив именно... Ну, блин, я же говорю про Чао с теорией, господи. А это первый Splinter Cell. Я в нее не играл. В Сибирь его вторую я играл. Мне она не очень понравилась. Первая часть была, на мой взгляд, намного интереснее. Но во второй Сибири... Мне понравилось вступление. Ну, то есть... Первая глава, как бы... Вот этот город снежный. Я уж не помню, как он там назывался. Дальше, как по мне, какая-то муть начинается. Ну... Короче, за Сибирь мы было здесь. Блин, я в Metal of Honor вообще в эту часть не играл никогда. Ничего про нее не знаю. Во второй God of War я играл мало. Минут пять, наверное, десять. Ну... Странно прогласиваю за него. Но... Про Undercover я слышал в игромане, опять же. Что это... Полнейшая вообще какая-то грязня. Хотя также я слышал про него и хорошие отзывы. Потом много лет спустя. Ну, сам не играл, короче. В Песке времени я немножечко так поиграл. Мне, в принципе, понравилось. Я еще помню... Был на ютубе юмористический ролик. Может, уже, наверное, больше десяти лет. О Песке облома. Вот. Посмотрите обязательно. Посмейтесь над тем, как смеялись люди во времена раннего интернета. Второй Arma не играл. В эту серию Ларнкрофт тоже не играл. Ну, пусть будет за Arma. Знаю, что она прикольная. Там, по-моему, Черногория, если я не ошибаюсь. Или, там, какой-то советский. Ну, в общем, там какой-то прикольный сеттинг. Operation Flashpoint. Я вот помню, как в игромане как раз сравнивали предыдущую игру. Arma, это же мод, если не ошибаюсь. Да? Ну, как бы, игра, выросшая из мода на Operation Flashpoint. Вот. И их сравнивали. Ну, я, короче, не играл Operation Flashpoint. Оберил My Cry 2. Мой 2. По-моему, я что-то слышу, что это чуть ли не худшая часть сферы, блин. Я хуй знает. Я в одно... Я никто не другой, на самом деле, не играл. Ну, наверное, я все-таки вот... Я хочу быть объективным, да. То есть, больше вероятностью я бы давил My Cry 2 прошел, поэтому я с него проголосую. Дирт мне... Дирт мне... Ты не играл... Не, я чуть-чуть играл вторую часть, но первая у меня прям одна из моих любимых гонок. Я хочу поиграть во вторую. Про третью форзу я слышал, что там очень крутая графика, что она выглядит местами даже более реалистично, чем последняя, пятая часть. Но все-таки мне, наверное, идти ближе. И... Я играл в демо второй части. Мне она понравилась. И даже больше, чем оригинальная первая. В WoW я играл мало. Хотя у меня куплен... Был, по крайней мере, диск. В такой пластиковой большой упаковке. Я мало в него играл. Я играл в Perfect World. У меня сильнее затянуло. Начал играть в эту донатную дрочильню. Потому что у меня одноклассники начали. И я как бы поддался стадному инстинкту. Начал как себе в нее играть. Бросил там третий фоллаут, по-моему. И... Короче, в WoW я играл мало. А в Underworld я в него вообще не играл. Я знаю, что выглядит игра очень красиво. Что там прикольно санимирована главная героиня. Наверное, все-таки установку отдам голос. Не играл ни в то, ни в другое. Но давно хочу поиграть в четвертый Sun Hill. Я знаю, что самая такая... Из классических частей четырех. Самая неоднозначная часть. Что она изначально была запланирована. Как какой-то вообще другой новый проект. Просто Дару. Но в итоге... Там издатель, по-моему, погребал. Чтобы они сделали ее часть популярной франшизы. В итоге... Игру многие критиковали за... Что там бэктрекинг. Типа одни и те же уровни. По два раза. Что в ней... Какая-то вот недоделанность. Чувствуется, что это должен был быть другой проект. Но все-таки она получилась очень интересной в плане концепции. Что... Там вот... Тема снов была раскрыта. Интересно. Тема зоны комфорта главного героя. Которая... Периодически... Ну как бы... Нарушается ближе к концу игры. Там небольшие спойлеры. Извините. Монстры перебираются в его убежище. И получается, что убежище становится более опасным, чем... На... Мир игры. На конце нее там свой голос. В Хэллу я не играл. В эту часть... По-моему, это... Как это? РТС. Если я не ошибаюсь. Но я в нее не играл, короче. В эту часть. Ульфенштайн я тоже не играл. Но я про него слышал, что там... Типа можно... Проникать в параллельную реальность. Да? Как вы там знаете. Как в Maskell the Betrayer. Так что тоже типа теневой такой план. Эммм... Граничит с основным миром игры. Через специальные порталы можно проникать в этот соседний план. Там что-то делать. Вот. В Вольфенштайне 2009 года тоже была такая геймплейная фишка. Давно хочу в ней поиграть, на самом деле. Там взял свой голос. Хотя слышал, что игра была еще средняя. Эммм... Эмм... В Death Defeat я не играл никогда. А в Тюмного Мессию играл мало. Мне он показался, если честно, скучноватым после Аркса и Дисхонорода. Но я типа знаю, что игра все-таки прикольная. Что там очень классная боевка. Эмм... Что там сюжет достаточно интересный. Там Вольфочка похожая на Суккуба. Или это и есть Суккуб. Я не знаю. Кари. Вот. Короче. С Темного Мессию. Там свой голосок. Вторых Семсов я... По-моему, я в них играл немножко. Но я буквально там персонажа создал. И... Что-то... Не захотел играть саму игру дальше. А LittleBigPlanet я не играл вообще. Но я про нее слышал столько хорошего. Что я даже не знаю, что выбрать из этого. Ну давайте все-таки, как этот ПК Боярин, я выберу Семсов. Хотя мне хотелось больше отдать голос на левую игру. Эмм... В Silent Storm я не играл. Сакрафайз я вообще... Чё-то не помню, что это за игра. Отдам за игру слева, короче. Final Fantasy XI. Это Мамо РПГ. Я чё-то про нее слышал. Ну, слушал, существенно, что хуйня какая-то. Про Властелин и колец. Я знаю мало. Вот. Но... Если это та вот игра, которая я думаю... То вот она достаточно прикольная, как мастерная ММОшка. У нее, по-моему, Сагар очень любит играть. Вот, недавно на 2Ч там еще были какие-то треды по ней. Что... То ли апдейт какой-то выпустили разработчики, то ли сервера. То ли, я так не понял. Ну, короче, наверное, это единственная ММО РПГ, в которую нам сейчас хотелось доиграть. Да и плюс Сан Силен, Бластелин и колец. Не то, что мне очень близок, но... Типа, я к нему... Тепло достаточно отношусь, поэтому... Голосы в нее. А, в 3-й Warcraft я не играл, вообще... Это еще и смахло какое-то дополнение, я не разбираюсь. В 6-й текинг я играл на консоли довольно много. Хотя, может быть, это был 5-й текинг, я могу ошибиться. Но, помню, в 6-й я тоже играл. В общем, за него слугался, да. Ну, тут однозначно за Готику я даже рекомендировать не буду. Что-то я слышал про эту игру слева. В игромане там была статья, что это какой-то слушерок, что ли, или что-то... Экшн какой-то вроде прототайпа. Веселенький. Ну, короче, он играл в нее и нет желания. А Бливион... Бливион я, на самом деле, в нее очень много играл. Мне он очень понравился. В общем, я в него, к нему, так сказать, приобщился уже достаточно поздно. Вот, в прошлом году буквально. Но меня игра очень зацепила своим сеттингом. Хоть он, типа, многие там говорят, что для Нармисов, типа, не как в Морл Винде. Но, по-моему, он очень уютный. И хорошо проработанный. Плюс квесты, насколько мне известно, в Бливионе. Самые интересные в серии. Очень понравилась. Там такая хардкорная достаточно арена. Ну, короче, Бливион. Однозначно. Карбон я играл мало. В 3x Abelix вообще не знаю, что это за день. Поэтому... Карбон, короче. В этой часть черепах я, наверное, вообще никогда не играл. Второй клуб 3 игра, она мне не понравилась. Но... Гран Туризма или опять из 3x Abelix. Я хуй знает, ребят. Я не играл ни в то, ни в другое. Про Гран Туризма я знаю только Антона Лобвинова. Можем ли мы доверять ему? Вот как вы считаете? Я думаю, что Антон Лобвинов все-таки в автомобилях разбирается. Если вы видели его... Такое относительно недавнее видео, где он на автомобиле пытался припарковаться. Меня лично оно вдохновило поиграть в авторные симуляторы. Я думаю, да, все было за Гран Туризма. Ну GTA 4 однозначно, потому что Assassin's Creed я играл в нее, кстати, до официального рейса играл в пиратку. Я же, по-моему, благодаря студенту из Бауманки или из МГУ. Нас в России выпустили на неделю или на две недели раньше, чем во всем мире. А натечка какая-то произошла. Вот его потом отчислили, пизды ему дали, короче. Но я поиграл у друга, и мне игра вообще не понравилась. Может быть, я из-за того, что ожидал от нее, что она будет похожа на GTA. Она как бы на GTA не похожа оказалась, да? Там штрафы за убийство. Мне, короче, игра не понравилась. Хотя сеттинг достаточно прикольный, но... Как-то геймплейно показалось скучноватый. Вот эти вот элементы стейлса там какие-то. Нет, я не люблю это. Плюс фильтр какой-то там был... Глубой такой, растражающий. В четвертой GTA тоже она визуально такая спорная достаточно. Но мне на самом деле цветокоррекция с четвертой GTA намного больше нравится. Плюс я обновенно играл очень много, наверное, часов пятьсот где-то. Мне там очень нравилась физика, вот эта вот технология эйфории. Кто-то не знает, загуглить я не буду. Плюс... Когда я играл в четвертку, было такое чувство, что типа nextgen наступает. Да, типа игра говно, и там... Сюжет провисает сильно. И... По сравнению с San Andreas очень мало каких-то активностей. Но все-таки было чувство, что это что-то... Какая-то революция придет в видеоиграх. И что она уже как-то вот пришла, по сути. Больше мне, наверное, ни одна часть Китая не давала такое чувство. Хотя вот сейчас недавно вышел этот... Технодемка на пятом анриле. Консольная. И я ее посмотрел, стрим на Медисона. И меня, знаете, снова повелось в это чувство, что по крайней мере в каком-то... Даже не столько графическом, а в технологическом плане какой-то nextgen все-таки наступает. Потому что выглядит она очень реалистично. И вот эти вот масштабы. Не просто эти текстуры какие-то высокие, да? А... Соотношение персонажа и вот этих вот улиц, зданий, и масштаб города, они... Ну, мне лично вот немножко сорвали мозг. Мне понравилось. В Hell'у я не играл. В Far Cry 2 я играл. Я ее не люблю. Но все-таки... Все-таки надо отдать какую-то дань уважения этой игре за то, что она была, наверное, самой экспериментальной в серии. Тем более, что ее делали уже не край, так насколько мне известно, а Ubisoft. Да? Это было такое начало вот этого телесофтовского конвейера по Far Cry 2. Но при этом было очень много таких вот экспериментов. Вроде огня, там... Лечение... Там были странные способы лечения, когда главный герой просто падал с высоты, он себе палец потом или руку вправлял, или там пули выковыривал. Мне игра, если честно, Ксенус немножко напомнила. Конечно, ролевых элементов там намного меньше было, чем в Ксенусе. Но все-таки что-то общее, наверное, есть. Короче, за него там все. Волосы. Угу. Ну, я не играл ни что не другое, но волос вот абсолютно цивилизацию. Файнал Фэнтези 12. Я слышал про Нью-Ор, что это, возможно, самая лучшая часть серии, но я не играл в нью. Я не являюсь фанатом Файнал Фэнтези. Вот. В Глоб Дьюти первых я играл. Это, наверное, моя любимая часть серии, хотя я в нее поиграл, ну, относительно недавно, пару лет назад. Вот. Тогда отдам свой голос в игре с левым. Так. Тропико, Sonic Adventure 2. Блин. Ну, я бы, наверное, в Соника лучше поиграл бы. В Гостреке я не играл. «Коловхуарец». Мне вторая часть не понравилась. Какая-то она, графика в ней очень такая консольная. Я не знаю, понимаете ли вы, о чем я или нет. Ну, вот. Какое-то мыло. Чувствуется вот этот вот 2009 год, куча постэффектов. И управление какое-то такое. Ну, не ПК-шное. Но все-таки, все-таки мне игра, наверное, скорее понравилась, чем нет. Синьер дам свой голос. Ох, блин, это сложно выбрать. Друзья, я, наверное, схожу в половину, но надо подумать. Надо подумать. Я скоро вернусь, поехали. と-нибудь. Э-э-э. … Продолжение следует... 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 А тут какое-то тактическое странное планирование, типа, кого из своих спутников ты возьмешь с собой. Ну, ладно, тоже претерпел, хотя там несколько раз нарывался на какие-то баги, очень неприятные, за которые приходилось там полчаса приехать, черстно. Предпоследняя локация, такой храм, похожий на храм Аманы из, пожалуйста, Dark Souls. Очень сложная локация, и в ней нельзя отдыхать. А вся игра вообще завязана на отдыхе, то есть ты прошел какой-то сложный бой, потратил все свои заклинания, у тебя там некоторые персонажи тяжело ранены, без которых ты не можешь продолжать бой. Да, ты после этого отдыхаешь, и все восстанавливается полностью. В этом храме нельзя отдыхать, то есть как только вы отдыхаете, отдых прерывается, то есть никакого смысла в нем нет. Появляются высокоуровневые мобы, очень сильные, получается, что отдых только вредит как бы прохождению этой главы. Я абсолютно не понимаю, зачем это было сделано, для того, чтобы вообще не отдыхали игроки, но это бред какой-то, на мой взгляд. В итоге я играл на самой высокой сложности, я снизил сложность на самую низкую. И что изменилось? Да, стало можно нормально отдыхать, но в плане игровой сложности, то есть урон от врагов, да, урон по ним вообще нихуя не изменилось, вот абсолютно. Ладно, еще раз с ним, я, в принципе, я и хотел бы сохранить какой-то челлендж, да, но при этом пройти игру нормально с отдыхом. Дохожив до финального босса, это какой-то пиздец. Во-первых, искусственный интеллект в игре, он абсолютно не работает. Я знаю, там есть какие-то моды, которыми это можно поправить, но у меня не было этих модов, короче, я их не поставил. И мне приходится заниматься каким-то диким вообще микроконтролем, потому что у меня получается отряд где-то из девяти персонажей в конце, если не больше. И каждому нужно буквально каждое его действие, как бы, направлять. Чуть-чуть их оставишь без присмотра, они начинают стоять, втыкать глазами в пол, ничего, соответственно, не делают, группу убивают. При этом враги, как назло, агрессы в первую очередь на моих магов, у которых низкая защита, да, я потом на двоще посчитал, что типа ты чё, долбоёб, мага с низкой защитой держать. У мага должно быть защита там 65, а у тебя там 30. Ну, чтобы вы понимали, то есть при защите 30 он вообще абсолютная бада, вот как стёклышко-молотком разбить. А при 65 это уже такой солидный человек, практически танк. У меня у танка было меньше 65 защиты. В общем, я этот финал несколько раз пытался пройти, у меня ничего не получалось. И в итоге я ввел читы, одному или нескольким персонажам я прописал бессмертия и максимальные параметры. Дальше что происходит? Бессмертие это нихуя не действует, то есть оно от каких-то атак защищает, от каких нет. Я вообще не понял, как это работает, но в итоге у меня осталась одна нишка с максимальными параметрами. У неё урон должен был быть какой-то запредельный, потому что у неё очень мощное оружие было в руках. Плюс параметры высокие, да, я там ей всё 50 сделал, сила, интеллект, там, ловкость. Где-то час я бил на одного босса, вот эти все стадии. То есть с читами у меня, с бессмертием, ушёл час на одного босса. Я не знаю, друзья, может быть, вот вы скажете, наверное, вот в КПХ сидит там криворухий еблан, да, там же всё просто. Да, я криворухий, да, я плохо играю в ролевые игры. Я часто подсматриваю там какие-то гайки чужие, билды не умею нормально составлять, особенно для целой партии. Но я поставил самую низкую сложность. Я считаю, что на Very Easy, или как-то просто Easy, должна быть возможность у игрока легально пройти игру до конца, посмотреть концовку и, ну, закончить её просто. А то, что сделали разработчики, вот этот вот геймдизайн, это просто лучшим их сил, я их ненавижу, нахуй, за это. Даже в Пилар Супатёрнице, которую я много критиковал в прошлом, мне всё-таки вот этот баланс, он намного лучше обработан. Её можно пройти по крайней мере до конца, даже если ты не умеешь играть в ролевые игры. А на Winter Night первые два акта я просто прохожу полнейшим фейс-роллом, ни капли не напрягаясь, ни в одном бою, практически. В рейтинге начинается какой-то ад, и финальные акты, вот, финальная глава, финальный бой, это просто пиздец. Но что-то много получилось про Winter Night, второй, а теперь про Чистое Небо, его я тоже не прошёл до конца. Я ещё когда учился в школе, когда игра только вышла, я её, я её не купил, я взял диск у друга. И, по-моему, я играл на самой низкой сложности, и тоже там какие-то были проблемы со сложностью, плюс было очень много багов, игра у меня вылетала, но она технически очень прикольная. То есть, я считаю, что это одна из самых графонистых игр того времени, плюс там была интересная система вот этих фракций, если я не ошибаюсь, такой есть только в Clear Sky, New Vegas, или там ещё во втором Fallout, наверное, в Gothic, ну и в какой-то степени в GTA San Andreas. Но в Clear Sky можно было влиять на баланс вот этих группировок, то есть, как первым сталкивали там Долг и Свобода, вот в Clear Sky там эту систему гораздо глубже проработали. Короче, я бы хотел припройти его, на самом деле, уже полностью до конца, а дам за него свой голос. В доту я первую вообще никогда не играл, в 4 пакетах тоже не играл, но я не люблю доту. Я немножко играл в Godfather, сколько я не помню, в первую или вторую часть консоли играл друга. Мне игра, в принципе, понравилась, я в детстве очень любил все вот эти вот GTA-подобные игры. Ещё я запомнил такой странный момент, когда там наводишь пресел на женщину, и наводишь этот пресел ей на промежность, он становится красным. Я думаю, какие же вот гениальные разработчики, такие мелочи проработать. Это, конечно, достойно. Но Beyond Good and Evil, хоть я её и не прошёл до конца, и там нету такого маниакального внимания к деталям, мне она всё-таки нравится больше. Я очень хочу её когда-нибудь пройти полностью, я считаю, это вообще одна из лучших игр, что увидел свет. Похоже, чем она психонавтов мне показалась. Очень атмосферная, интересные персонажи, геймплей тоже такой кайфовый. Вот за неё, короче. Кстати, сейчас в пронаработке находится сиквел, но он, по-моему, совершенно не похож на оригинал. Да и в целом как-то выглядит не очень много обещающим. К Love Duty 5 я играл в неё, по-моему, даже дважды прошёл, не уверен. Не очень сильно она мне понравилась, после четвёртой части я выглядела как будто третья часть какая-то. Да, а не пятая. Ну, я понимаю, что её делала сторонней, ну, на тот момент она считалась как бы сторонней фирмой. Трей Арш, если не ошибаюсь, что-то такое. Сейчас они, возможно, как основное подразделение, вот этих вот Club Duty делов, а в конце нулевых в игромане, по крайней мере, писали, что они ещё типа молодые, неопытные. Игра в целом прикольная, но, ну, как сказать, прикольная. Сейчас бы я никому это не посоветовал играть. А второй Team Fortress, это действительно хорошая игра. Возможно, сейчас его уже испортили. Я не знаю, там шапки всякие, вот это вот. А, чё там у Valve мутится со своими микрами? Они вроде только Left 4 Dead ещё не сломали, да? Ну, и Half-Life. Ну, короче, мне нравится этот фото. Голосы, ну. Это второй, если я ошибаюсь. Нет, третий, да? Третий, в принципе, версия. Мало играл в него. Вроде понравился, но... Играл на них пять. Голосуарес первый я прошёл. Это моя любимая часть после Gunslinger. Ну, мне, в принципе, только первый Gunslinger не нравится. Недавно, кстати, в Steam бесплатно Gunslinger раздавали. Кто пропустил тому соболезную. Вот, отличная первая часть. Голосыарё. Ну, я не играл, короче. Вот это я не знаю, что это вообще заиграет, если честно. Не играл в него. Сталкер, я играл. Прошёл несколько раз. В прошлом году, кстати, нет, даже в этом. По-сему лету я немножко играл. Наверное, от Синьи Чернобыля. Это моя любимая часть стала игра. Что такое синьё? Друзья, я никогда не любил GTA Vice City. То есть, не то, что я её прям сильно не любил, я к ней нейтрально относился. Дело в том, что это была моя самая первая GTA, в которую я мог нормально поиграть. Я в неё играл, по-моему, в 2006 году. Но у меня был очень устаревший компьютер, который её еле тянул. И я вот в неё играл, и что-то мне она как-то не очень сильно нравилась. Я помню, когда мне отец купил новую видеокарту, у меня пошла San Andreas. У меня просто глаза на лоб полезли. San Andreas после Vice City. Вот настолько для меня был сильный этот контраст между ними. Хотя я знаю, что в народе Vice City игр ещё любима. Там вот эта музыка 80-х, атмосфера Майами. Но мне, если честно, не нравится никто не другое. И в той же San Andreas музыка мне гораздо ближе. Тем более она намного краснообразнее. Да и в целом, мне кажется, в 80-е, на самом деле, самая интересная музыка, она была как бы в андеграунде. То есть это, не знаю, фолк, например, или какие-то электронные экспериментальные проекты. Я не помню, что это в Vice City музыки. Пиориджи, к примеру, или каких-нибудь там Койл. Не знаю. То есть игра такая монстримная, нормистная. А второй эпизод, это моя, наверное, самая любимая часть Half-Life. Он получился очень душевным. Саундтректом, кстати, отличный. Ну, короче, у него голос. Блин, я, по-моему, чуть-чуть играл на второй PlayStation вот этих трансформеров. Не помню ещё там. С Афоринки вообще не играл. Поэтому, там, голос за это. Final Fantasy 10 я не играл, но знаю, что игра прикольная. В Diablo играл только в первую часть. Ну, отдам, ладно, голос за финал. Девятое сейчас вообще не представляю себе, о чём там прощалась теория. Я уже рассказывал ранее. Конечно, за него. Очевидно. В тылу врага не играл, если не ошибаюсь, стратегия. Но я, короче, ничего не могу про него сказать. Про третий МГС я много слышал. Хороший, вот что там интересный сюжет. Что это одна из лучших частей вообще в Сирене. Концовку у меня в игромании просто подверили. Ну, отдам, с него, короче. Второго Хитона. Я в него не играл, по-моему. В Gran Turismo в Шифире тоже не играл, но я уже не знал, что я очень уважительно отношусь к Антону Логвинову. По страсти к автомобилям. Многие не знают, но ведь был ещё один выдающийся игровой турбоналист, Игорь Асанов, который тоже любил автомобили. Я думал, что ради этих людей я мог бы отдать свой голос за игру слева. А в Лысого пусть играют Лысые. Гарри Смот, конечно же. Блин, я никогда не играл в Лол, я даже не знал, что она вышла ещё в нулевых. Ебатина старая, да? Сэндс Роу первый я тоже не играл, но я не люблю мобов, поэтому отдам голос за игру справа. В Армур не играл, в Devil May Cry третий играл немножко, мне в принципе понравилось, прикольная такая угарная стильная игра. Ты воюешь не в ту сторону. И слева тоже человек воюет явно не в ту сторону. Блин, ну на самом деле такой, типа оригинальный, оригинальная обложка, да? Ещё на заднем плане вот этот под знак стоп, как в Spock of the Line. Мне кажется, прикольно придумали, поэтому отдам голос за креативных ребят. Блин, я так и не поиграл в Blue Shift. Ну, я слышал, что он прикольный, конечно, но типа ничего особо выдающегося. А в этот Return to Castle Wolfenstein я в него, если честно, тоже не играл. Не судите меня строго. Но я знаю, что игра прям очень прикольная, многие говорят, что это лучше сейчас серия. А мне в принципе, наверное, нравится серия Wolfenstein. Я играл в самый первый, получается, и в этот New Order, по-моему. Ну, короче, 2014 года. Отдам за него голос. По-моему, я играл четвёртых вормсов, и по-моему, они мне понравились. Я, в принципе, люблю серию вормс. Про этот Лонанс Дарк, правый я слышал, что это вообще чуть ли не худший играл в истории человечества. Про Enemy Threator я тоже мало ещё хорошего слышал, но я бы, наверное, хотел... Да я бы в обе эти игры, на самом деле, хотел поиграть. Блин, я бы, наверное, больше всё-таки в Лонанс Дарк хотел. Ещё-то мне кажется, что Enemy Threator это какая-то скучная поебень. А вы как думаете, друзья? Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого строго. Блин, а это не оттуда случайно эта сцена? Нет, наверное, из четвёртого Квейка, где эти конечности отлезают. Короче, пиздуй, Лонанс Дарк. Мой голос за него. Детрайсинг, я знаю, там прикольно, но, блин, мне Бладрэйн больше нравится тут. Смотрите, какая симпатичная девушка, да? В игре Южная Луизиана. Игра начинается в Южной Луизиане, если я не ошибаюсь. Там гигантские пауки, болото, атмосфера, чёлочки, гигантские пауки. Что ещё вам нужно? Мой голос за Бладрэйн, извините. Опять какие-то черепахи, блять. Сколько их... Я, кстати, возможно, я читал про эту часть в Агромании. Но, блин, я уже устал. Слишком много черепах в этом тесте, реально. Первый Хитман. Я в него играл, наверное, больше, чем во все другие части вместе взятые. Хотя до конца не прошёл, я его где-то в джунглях забросил. Но мне очень понравилась первая часть. Она, во-первых, очень атмосферная, на мой взгляд. Сами убийства там, ну, достаточно интересные. Неплохие. И саундтрек прикольный. Мне он, почему-то, кажется, похожим на Бьорк. Я вот своему другу несколько месяцев назад высказал такое мнение. Говорю, в Хитмане саундтрек на Бьорк похож. Он послушал и говорит, ну, вообще, да, ты знаешь, похож на Бьорк. А мы уважаем Бьорк, поэтому голос за Хитмана. Файнал Фэнтези 13. Блин, я помню, в игромане её хвалили, а потом выпустили этот ролик с извинениями, что типа, не, игра говно, извините, мы просто полчаса поиграли. Баттлфилд 2142, я играл минут пять, наверное, блин. Просто, друзья, мне не нравится, короче, в Баттлфилд, я лучше за финалочку проголосую, пусть я в НГВе не играл в них. В Pandora Tomorrow я с ошибкой написали Pandora Tomorrow. Я, короче, не играл в НГВ. И в Killzone я, наверное, тоже в Кирале играл. Но сейчас, мне, наверное, Killzone бы больше понравился. Так что, извините, любители стелса. Ну, конечно, в ЛФ 2, хотя, хотя, в Street Fighter 4, я слышал много чего хорошего про этот файтинг. Но я никогда не был большим любителем файтингов. Всегда плохо в них играл. А в Street Fighter особенно плохо. Поэтому, конечно же, игра всей моей жизни, Left 4 Dead 2, игра для настоящих ценителей, искусства и хороших шутеров. Ведь хорошие шутеры, это и есть искусство, не правда ли? Я играл только в первую, но вроде вторая, говорят, тоже прикольная. Блин, ну в МГС 4 я про него слышал, что он прикольный. Но он не играл, и как-то не очень-то и хочется, на самом деле. А вот с серьезного Сэма я бы поиграл. Хотя в свое время я пропустил эту сферу. Но мне кажется, что она бы мне понравилась, если бы я сыграл в ее. Ну ладно. Про левую игру знаю очень мало. Да, в общем-то, ничего не знаю. Про эту сейчас серию я, ну, Tomb Raider, тоже особо ничего не знаю. Я знаю, что это какой-то первый, там, призапуск. Пофиг, я бы сыграл в нее, наверное. Хоббит. Мне почему-то кажется, что Хоббит это какая-то калька Зельды. Хотя я в Зельду особо никогда не играл, не разбираюсь. Стронгхолд. Я немножечко играл в Стронгхолд. Кстати, надо бы, надо бы уставить поиграть. Хорошая же игра. Это оттуда, по-моему, этот мем Долгоносик пожрал нашего Милорда. Да. И крайне интересная, очень приятный визуальный стиль. Я, блин, надо поиграть как-нибудь. Она у меня куплена на Старом Аккаунте. Почему я не играю в Стронгхолд? Интересно. Биошок или Ведьмак. Слева моя любимая часть серии Биошок. Справа моя любимая часть серии Ведьмак. В обеих частях, в обеих играх, у них отчаянно не доставят ролевых элементов, на самом деле. Биошок это упрощенный System Shock. Второй, в которую я не играл никогда. Ведьмак это упрощенная, какая-то декоративовавшая готика первая. В которую я играл. Я очень люблю. В первом Ведьмаке очень хороший саундтрек. В Биошоке отличный звук. Первый Биошок критикует книгу «Атлант расправил плечи». Достаточно плохую книгу. При этом критикует он это очень безвкусно, как-то сказать, некомпетентно. А ведьмак это все-таки, наверное, самостоятельное произведение. Хоть он и опирается на цикл книг Сапковского. Плюс первая часть, это же был такой долгострой, который мог вообще не выйти. Такое наше славянское фэнтези, да, как о нем писали раньше в игромании. Во второй и третьей части, на мой взгляд, Сферя полностью утратил этот дух. Во второй вообще говорить особо не хочется. Хотя геймплей там был такой достаточно залипательный, но сама игра говно полная. В третьей части там такая безвкусная, мейнстримная жвачка, на мой взгляд. Так я не нашел в себе сил, чтобы пройти ее до конца. Может быть, когда-нибудь, когда у меня будет мощный компьютер, 4К, с графончиком, эффектами, всеми этими. Игра засияет для меня новыми красками. Ну, как ролевая игра, третий Ведьмак, это просто ниже нуля. Open World там тоже так себе. А первый Ведьмак, это все-таки игра. Хоть и местами клевая, недоработанная, но игра. Дам голос за него. Вот в Godfather 2, я в него, наверное, играл немножечко. Наверное, все-таки там, прикрестие прицела, я знаю, с красным. Вот, а у Халка, у него такой вид, как будто он как раз вот тянется к этому прикрестью. Понимаете, о чем я? Мне вообще в юные годы, в детстве, нравился фильм Халк. Не знаю почему, мне сейчас даже вспомнить про него нечего. Мне кажется, что игра слел поинтереснее. Опять черепашки. Вот третий Fallout, кстати. Я же сейчас вот только что закончил свой 70-часовой марафон по третьему Fallout. Давайте что-то расскажу про него. Вообще, в игровом сообществе у этой игры какая-то отвратительная репутация. Фанаты оригинальных частей говорят, что Грёшка, она убила серию. И на самом деле, они, конечно, абсолютно правы. Третий Fallout, это ни в коем случае не Fallout. И даже как самостоятельная игра, он, во-первых, во всем хуже Вегаса, который, правда, вышел позже. Во-вторых, он, ну, такой, как сказать, сыроватый, что ли, пустоватый. Очень примитивный. Ролевых элементов практически нету. Есть очень много стрельбы, не самой интересной. И, наверное, главное достоинство третьего Fallout'а, это его открытый мир. Хоть он и пустой, и, ну, знаете, там, мало квестов. Персонажи говорят, как пятилетние какие-то дурачки. Но, всё-таки, у него, у открытого мира третьего Fallout'а есть два достоинства. Во-первых, это потрясающий концепт-арт, по которому треть Фоллаут был создан. Не помню там имя, фамилию этого художника, по-моему, он уже умер, но концепт был реально выдающимся. Можно было с ним сделать что-то, прям, на мой взгляд, вообще мозговыносящее. На уровне второго Fallout'а или даже покруче, может быть. То, что получилось, получилось в среднем, но всё равно получилось отнюдь не говном. Я вот посмотрел, у меня в стиме 70 склинт что-то в загружении в третьем Fallout'а. Ни из одной игры в своей жизни я столько не загружал. Плюс, открытый мир в третьем Fallout'а, он всё-таки реагирует на действия игрока. Он меняется под его действиями. И игрок, у него есть возможность спровоцировать конфликт между какими-то персонажами. Потом, в результате этого, один из этих персонажей может погибнуть. Другой, там, может быть, изменит своё отношение к главному герою. Что-то, в общем, в этом мире изменится. Можно взорвать целый город, потом ещё братство Сталит взорвать, как я и сделал в последний раз. Большинство квестов, они имеют как положительную, так и отрицательную развязку. Иногда какие-то дополнительные пути прохождения. И вот, на самом деле, то, о чём я сейчас говорю, это ведь то, за что я и вторую часть, и первую любил. Конечно, третий на их фоне, он выглядит очень упрощённым, но всё-таки, мне кажется, что третий на Фоллауте есть что-то из первых, из металлических частей. И, на самом деле, игра, вовсе, не такая плохая, как про неё принято говорить. Главный его недостаток, на мой взгляд, это из-за того, что, ну, очень плохая ролевая система, да, вот эти вот перки, которые ни на что практически не влияют. Даже перками сложно назвать. Вот эта вот стрельба постоянная, туда-сюда, налево-направо. Я прошёл игру, до 30-го уровня дошёл, и у меня персонаж как бы достиг этого капа. И мне неинтересно больше выполнять квесты, потому что, ну, они не дают никаких-то интересных способностей. Я вот сказал, что мир влияется, ну, наверное, всё-таки далеко не в каждом квесте меняется мир, в зависимости от решения игрока. То есть, после достижения этого левел-капа, как-то мотивация проходить игру дальше, она полностью испаряется. Какой-то даже вот негатив остаётся, что, типа, и ради чего я все эти часы потратил. Просто побегал, пострелял, ну, как-то немножечко не то, за что люди любят Fallout. Мне кажется, серию Fallout любят за хороший текст, за атмосферу, вот эту вот выигранную эстетику, ну, за ролевые элементы. В третьем Fallout всего это очень мало. Но всё-таки я отдам свой голос за него. Про второй МГС я слышал, что это самая лучшая часть серии, от многих. Я, правда, и про третье такое слышал, но всё-таки. А в Red Alert второй я никогда не играл. Вообще не играл ни в одну часть. Чё-то слышал про третью, вроде симпатичная, но... Пусть МГС, короче, будет. В Зофф Плипте я играл очень мало. Да, в первый Джаст Кост тоже, на самом деле, мало играл. Мне кажется, в Зофф Плипте я интересный. Тонт Прайдер Аниверсари. Это она же, по-моему, между Legend и Underworld, да? 2007 года игра. Но я про неё ничего особо не знаю. У меня в голове всплывают какие-то скриншоты оттуда. Ну, по-моему, ничего интересного. А в Prey... Если кто-то не понял, Prey не 2000, там, 17-го... Ну, такого, 18-го года, это 2006-го. Достаточно интересная игра. Главный герой индейец, попавший... Вот как эти... Персонажи дополнения Мазершип Зета. Попавшие на космический корабль. И там много таких экспериментальных, как-то сказать, механик. Типа, уменьшение каких-то персонажей. Если я ничего не путаю, конечно, какие-то порталы там. Ну, короче, игра такая, типа, с приколом, как Portal или как... С чем-то сравнить-то ещё Duke Nukem Forever, может быть. Короче, неважно. За Prey дам свою голову. Так. Ну, тут... Блин, слева... Homecoming, который все застирает, говорят, что это худшая часть серии. Право, 7-4-й, в которой я никогда не играл. У меня, наверное, больше больше в Homecoming хотелось поиграть, поэтому я за него раз помню. Ну, я, блин, я про Tiberium Wars слышал много хорошего. На неё была рецензия в первом журнале игромании, который я купил в своей жизни в мае 2007 года. И меня она очень запомнилась, как что-то прикольное. С другой стороны, про второго вора я слышал, что это вообще не лучший Immersive Sim в истории, там, тысячелетия. Я, наверное, за него всё-таки отдам свой голос, хоть я не играл. Линейдж 2 мимо меня прошла, а Грузис игра моего детства. Нынешние школьники не поймут достоинства этой игры. Эмм, блин. Я не играл ни в кто-нибудь другое. Ну, хуй знаю, честно. Ну, пусть будет как достать Фаседа 2. Первый Uncharted, блин, я вообще не люблю серию Uncharted. Ну, не потому что я такой, типа, убеждённый пока боярин, да. Я просто играл в первые три части, в Last of Us. И вот если Last of Us, она ещё всё-таки интересная геймплейна, то Uncharted какая-то пытка просто реальная. Я сейчас не преувеличиваю, это реально пытка. И первая часть, она, наверное, не такая плохая. Вторая, третья, но она очень скучная, наверное, какие-то сюжетные события. Resident Evil 4, конечно, тоже та ещё нудятина, если честно. Ну, во-первых, очень классно сделали древнюю. Мне прям понравилось. И атмосферная, и геймплейно прикольно. Во-вторых, всё-таки игра была революционной достаточно для своего времени. Ну, и в целом, короче, за четвёрочку. Хотя я не фанат селились в Dintel, ни разу, блин. Ну, тут Сибирь однозначно. Хотя, хотя, мне Warhead понравился больше оригинальной кампании. И вообще, наверное, это моя любимая часть Crysis. Но, блин, господи, Сибирь, это первая часть, я считаю, просто прекрасно. Вормс 3D, блин. Я не уверен, что я играл у них. В игру справа... Блин, так, извините. Я, наверное, приостанавливал запись. Вот, мне нужно отойти сейчас на минутку. Так, где эту хуйню? Сибирь, это первая часть.